Мировой океан занимает примерно 71% поверхности нашей планеты, и его исследование – вызов для ученых любой страны. К примеру, в Стэнфордском университете был создан один из новейших роботов-гуманоидов. Он умеет погружаться на глубину до километра, но самое поразительное – его руки. Благодаря им оператор может, например, аккуратно поднять со дна масляную лампу времен Древнего Рима. Также руки оснащены тактильной обратной связью. Ощущение, что находишься на глубине, а не на борту корабля в центре управления, отметил один из специалистов университета. Робот уже помог ученым во множестве экспериментов. Одна из последних его миссий прошла на глубине в 852 метра у побережья Канн. И это был первый случай, когда гуманоидный робот достиг такой глубины и коснулся дна. По такому поводу Ocean 1K захватил с собой памятную табличку, правда, ее пришлось вернуть на поверхность. Не отстает и Китай. Известная всем любителям смартфонов компания Xiaomi представила робота CyberOne. Удивительно, но его основная аудитория – не ученые или военные, а обычные люди. В первую очередь робот предназначен для работы по дому. Модель умеет ориентироваться в пространстве, распознавать людей и их эмоции, а также реагировать на них. Вместо лица у него OLED-экран. Встреча с CyberOne ночью в коридоре наверняка оставит множество эмоций. На презентации робот любезно принес главе Xiaomi Leigh Duny цветок, так что одна из очевидных функций – переноска различных предметов, к примеру, пакетов из магазина. Рост робота – 177 сантиметров, вес – 52 килограмма. Это наш первый полноразмерный человекоподобный робот, довольно большой парень среди других роботов-гуманоидов. Давайте дадим ему какое-нибудь прозвище, предложила в Твиттер Дзюнь. Ваши версии? Подсуетились и в Амазон. Американский торговый гигант придумал робота-помощника. Он умеет перевозить грузы до 22 килограмм и оснащен настолько умной начинкой, что инженеры уверены – роботы и люди смогут работать параллельно, не мешая друг другу. Робот оптимизирован для работы с тележками, используемыми в Амазон. Сначала он аккуратно заезжает под них, а затем приподнимает и катит в нужном направлении. Ожидается, что таких роботов начнут массово внедрять уже к концу 2023 года. Но это еще не все. Дополнительно в Амазон анонсировали умную роборуку «Кардинал». Сотрудники складов компании явно занервничали. Рука не просто таскает грузы весом до 23 килограмм, но и с помощью функции искусственного интеллекта сама находит нужную коробку даже в том случае, если они свалены в кучу. Однако не все так гладко. Журналисты издания «Ревилл» считают, что за последние четыре года число травм на складах компании выросло примерно на 50%, причем именно на тех, где использовались роботы. Восстание машин уже началось? Еще одно творение из Китая. Компания X-Peng порадовала концептом летающего авто X-2. Подобная техника явно будет не лишней хотя бы потому, что Китай на первом месте в мире по количеству небоскребов. В компании занимаются электромобилями, так что и летающие авто сделали электрическим. Рассчитано оно на двоих. Пролететь на одном заряде получится около 75 километров, причем на высоте до километра. Для безопасности поставлен автопилот со множеством датчиков. У техники нет слепых зон, а при неполадках включится автоматическая посадка. Но если дела совсем плохи, пассажиров спасет система катапультирования с парашютами. Интересно, что в планах китайцев продавать новинку и в Европе. Глава Европейского агентства авиационной безопасности отметил, подобная техника пригодится, например, для скорой помощи. Однако есть проблема, нужно уладить все юридические тонкости. Вдруг встретятся два летчика, и как оформлять такое ДТП? Если вы пока не готовы садиться в летающее авто, но инноваций хочется, к вашим услугам автомобильные системы дополнены реальности. Например, на Тайване сделали систему, которая и оптимальный маршрут покажет, и перестроится в нужный ряд, напомнит. По логике разработчиков она сделает поездку не только удобнее, но и безопаснее. Водителю не придется отрываться от дороги ради нажатия многочисленных кнопок. На дорогу собрался выйти пешеход? Получите предупреждающую надпись «Собрались перестроиться?» Вот иконка сигнал «Сзади не пропускают». Нужен адаптивный круиз-контроль? Легко. Также система покажет оптимальную траекторию движения и напомнит о поворотах, а в качестве бонуса выведет информацию о достопримечательностях, интересной опции для туристов и таксистов. Да уж, недаром разработка получила премию на крупнейшей в мире техновыставке CS-2022. Как думаете, что делает вот такая конструкция, похожая на позвоночник огромного десептикона? Ответ может вас удивить — это проект кипрской компании Sea-Wave Energy Limited, генерирующей электричество благодаря волнам. Коллектив занимается ловлей энергии волн более 10 лет, и текущий вариант системы уже был испытан в водах залива Ларнака. Сообщается, что один экземпляр в идеальных условиях выдает около 100 мегаватт. Стоимость производства электроэнергии плюс-минус такая же, как от ископаемого топлива. А построить конструкцию можно с применением переработанных материалов, например, пластика. Энергия волн — наиболее привлекательный сектор морских возобновляемых источников энергии из-за потенциального размера рынка и отсутствия явного лидера, уверены в компании. А вдруг именно данная система и станет лидером? Помните фильм «Назад в будущее» и его легендарное авто? Это была единственная модель DeLorean Motor Company, позже компания обанкротилась и закрылась. Тем удивительнее видеть проект DeLorean Aerospace DR-7 и знать, что работает над ним не кто-нибудь, а Пол DeLorean, племянник Джона DeLorean, исполнительного директора компании. Пока о проекте известно не слишком много. Новая модель — это электрическое летающее авто с вертикальным взлетом и посадкой. Длина аппарата составит около 6 метров, так что о парковке придется подумать заранее. Также обещает крейсерскую скорость в районе 240 км в час и максималку в 386. Потребуется ли новому варианту DeLorean 1,21 гигаватта мощности, пока неизвестно. Спустимся с небес на землю и взглянем на актуальную практически для любой страны проблему — мусор. Только вдумайтесь, Всемирный банк посчитал, что каждый год в мире производится более 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Все это надо куда-то девать, и не утонуть в мусорных завалах помогают системы типа Mintbox. Система работает с биоразлагаемыми отходами, например, остатками овощей, мяса, рыбы, фруктов и хлеба. Одна установка перерабатывает отходы, которые каждый день выбрасывают 6000 человек, примерно за 18 часов. Контролировать Mintbox можно через смартфон, а низкий уровень шума позволяет ставить установку даже в плотно застроенных кварталах. Она не помешает людям спать и отдыхать. Не менее важная проблема — дефицит чистой питьевой воды. На дворе 2022 года 40% населения планеты ее не хватает. Более того, 25% людей живут в местах, где нет даже инфраструктуры для забора воды. Одно из решений — австрийская разработка, добывающая воду прямо из воздуха. Один экземпляр дает до 10 тысяч литров питьевой воды в сутки, причем не какой-нибудь отличного качества. Комбинированные фильтры, УЭФ-обеззараживание, оптимальная минерализация, вода из системы превышает даже стандарты, установленные в ВОЗ. К тому же, по габаритам система точно соответствует размеру стандартного 12-метрового контейнера. Ее легко привезти хоть на самолете, хоть на поезде. Приправлено все это солнечными батареями и умными программами, которые обеспечат максимальную энергоэффективность. Завершает подборку необычный авиационный двигатель General Electric GE36. Его история одновременно интересна и поучительна. Разработка началась и закончилась в 80-х годах, и оба раза причиной послужило авиационное топливо. General Electric GE36 – это гибрид турбовентиляторного и турбовинтового двигателей, который должен был спасти авиакомпании от растущих цен на топливо. Испытания показали, что расход с таким двигателем снижается примерно на 30%, при этом опытный прототип доказал эффективность на Boeing 727, а из-за особенностей конструкции он был еще и простым в обслуживании. Что же пошло не так? Подешевела нефть, за ней подешевело авиатопливо, и экономичные двигатели оказались не нужны. Однако разработки не пропали даром. К примеру, технология углеродных композитов для лопастей двигателя нашла применение в Boeing 747 и Boeing 777. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Субтитры сделал DimaTorzok